Диктонат! В чаще леса вскрылся лось. Лось ест траву и ветки. Он любит соль. Лось сильный зверь. Четвёрка. За одну ошибку. Ну вы поняли, за одну ошибку, блин. Диктонат, ё-моё. Постельное бельё с рисунком картонных коробок. Кто-то пишет, симулятор бомжа. Кстати, очень прикольное постельное бельё. Выглядит реалистично. На первом уроке. На седьмом уроке. Женщина сумела родить в тайге, пока полицейские отгоняли от неё медведей. Александр пишет, блин, это самая русская новость, что я читал. В новых пиратах Карибского моря Джонни Деппа хотят заменить женщиной. Капитан Елена Воробей. Кто-то пишет, пират без Джонни Деппа это не пираты. Львы в отпуске, но мы вместо них. Ну вот слева похож на льва свирепое существо. Смотрите, рычит даже сидит, наверное. Пока тебя не было, к нам ломились грабители. Я их прогнал, но они успели насрать на пол. Опа, добавка, говорит котейка. Опа, мячик, говорит собачейка. Когда все в беседе обсуждают планы на вечер, а ты тайно планируешь не идти. Кто-то пишет, а тебя никто её не зовёт. Что тут произошло? Мне кажется, была очень горячая катка. Да что ты знаешь о боли? Ужас какой. Мне кажется, эти кроссовки можно просто выкинуть теперь. Прифотошопив однажды лицо Трампа к английской королеве, уже невозможно остановиться. Кто-то пишет, я вообще не заметил разницы, пока не прочитал текст. Блин, Дональд Трамп тут просто бесподобен. Ему идёт. Было бы прикольно, если бы он так реально бы ходил. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Макс. В этом ролике у нас с вами будут мемасы. Смартфоны Vertex. Первые бюджетные смартфоны на максималках. Поэтому народные. В России ежегодно Vertex покупают миллионами штук. Дизайн топовый. Бюджетный Vertex выглядит намного дороже, чем стоит. Качество премиум. Vertex не ломаются, как голимые китайские телефоны. Vertex и красивый, и прочный, и без глюков. У каждого Vertex свои навороты. Плюс защита от воды, грязи, ударов и падений. Смартфоны Vertex от 3900. И к чёрной пятнице супер скидки в фирменном магазине Vertex. Бензин подорожал, потому что подорожала транспортировка бензина из-за подорожания бензина. Ну вы как бы поняли, да? Кто родился с 1999 по 2009? Сколько нас? Ну ставьте лайки, если вы родились в этот промежуток времени. Давайте посмотрим, сколько у вас тут таких. Поколение, ходящее зимой без шапок, выросло и произвело на свет поколения, ходящее зимой в шапках, но без носков и в подвернутых джинсах. Наталья пишет. Больше всего меня радует, когда я вижу людей в зимних куртках, шапках, шарфах, пледах, но в летних кроссовках. Сказочные идиоты. А потому что если они будут ходить в нормальной обуви и без подворотов в мороз, их стадо, их не примет в своей компании и будет чморить их, и поэтому они мерзнут, терпят. Но им приходится так ходить, потому что иначе никак, иначе засрут другие такие же идиоты. Суровый снеговик. Планшет из моего детства. Кто пишет. Как же меня бомбило, когда он не стирал рисунок. Последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Блин, домик неплохой, кстати говоря. В Госдуме предложили запретить попкорн на сеансах в кинотеатрах. Иван пишет. Сразу видно, серьезным делом занятые люди не зря получают зарплату. Парковочный радар для мадам, которые любят парковаться до характерного звука. Илон Маск тут, видимо, немножко припух. Есть чай вкусный у тебя? Нет. А кофе? Нет. А вода? Нет. А что есть? Ничего. Приезжай ко мне, у меня есть. Слушайте, так можно подкатывать к девушке? В принципе, неплохо. Скорее всего, она скажет ему нет, но это не важно. Сенатор Лахова? Или Лохова? Не знаю, как правильно. Заявила, что на 3500 питаться тяжело. Но людям на войне было еще хуже. Кто-то пишет, а с кем мы сейчас воюем? Напомните, пожалуйста. Самые ужасные маньяки человечества. Училка, задающая ДЗ после контроши. Не, вот слева реально стрёмный чувак. Если наверху это персонажи чьей-то фантазии, то слева, блин, опасный тип был. У кого наушники спасали телефон нападения? Эээ, у меня. Касса не раб, извините. Вежливая касса. Да, это революция касс. Они борются за отмену крепостного права касс. Или рабовладения. Когда я решил полежать их 10 минут. Кто-то пишет, мем смешного, ситуация страшная. И проспал экзамены. Интересно, задачка? Мама купила 5 пачек соли. 2 съели за обедом. Сколько пачек соли осталось? Александр пишет. Ответа не будет. Все сдохли. В случае, если это семья лосей, то никто не сдох. Все счастливы. Ну и где ты прячешь семки? Наташа, отстань. Коротко о моих кулинарных способностях. Ненавижу, когда пишут. Запекайте до полной готовности. Я что, блин, знаю, когда там приготовятся. Ты пишешь рецепт. Это дерьмо уже готовил. Но напиши ты 45-50 долбанных минут. Я же буду каждые 3 минуты проверять, что там да как, пока себе брови не подпалю. Я плавать не умею, говорит кот. Блохи грибут, жить хотят. Со мной учится девушка, ростом 192. А рост ее парня 165. Отношения на расстоянии. Кот пишет. Отношения на высоте. В Японии планируют выплачивать 26 500 долларов жителям Токио, которые перейдут в другой город, чтобы справиться с перенаселением столицы. Кот пишет. И можно я тоже куда-нибудь свалю, и мне за это заплатят. Нет, нельзя. Нельзя. Быть отцом это самое прекрасное чувство на земле, говорит Райан Рейнольдс. Если не считать те замечательные годы, проведенные без детей, конечно. Блин, золотые слова, чувак. Отпусти меня, двуногий, я дракон. Нет, ты скорее... Чертенок. В США мужчина подал в суд на Макдональдс, потому что не почувствовал себя счастливым после того, как съел хэппи мил. Виктор пишет. А что, так можно было? Да в США куча всяких судов была абсурдных, это нормально. Ну и что, что в кроссовках холодно? Зато эта фирма дорогая, а не валенки твои колхозные. Ну ты и дебил, Шарик, говорит Матроскин. Нет, а что, нету модных, крутых, тёплых кроссовок? Или с мехом кроссовок? Или зимних ботинок клёвых модных? Ай, ладно. Когда фоткает папа. Аж в деревню захотелось. Да, в баньке потусить. Как я вижу людей, у которых платные стикеры ВК. Последний твердовый лайк и покажет, что ты получишь. Блин, куртка топовая. В натуре я бы такую куртку себе хотел. Но стопудово, зато такой нет ни у кого. Чёрная пятница удалась. Чего хотят многие? Чего хочу я? Кто-то пишет. Айфон со слезами от того, что ты без почки. И правда, почему айфон-то мокрый? Чё, серьёзно, со слезами? Там два айфона. Это минус две почки. Что может быть хуже разбитого сердца? Спрашивает девушка. Когда просыпаешься по утрам, он понимает, что телефон не заряжался. Когда просыпаешься по утрам? Когда вообще просыпаешься? Если есть словарь толковый, значит есть и бестолковый. Хм. Интересная мысль. Пожалуй... Не, не буду об этом думать, ладно. Наши орехи настолько суровые. В Юте, США. Школьники. 14-15 лет. Угнали трактор. Доехали на нём до взлётной полосы и угнали самолёт. Парни пролетели 24 километра и успешно приземлились в аэропорту. Максим пишет. Нет, нифига, пацаны в GTA переиграли. И что теперь делать? А, иди за трактором. Хотя... Просто... Стой, короче, теперь это просто памятник трактору. Когда с другом получили пять за контрошу. Два волшебника. Когда пошутил над деревенским, а он начинает. Ты за слова отвечаешь? Ну, скорее не над деревенским, а над каким-нибудь бытланом. Потому что в деревне тоже разные люди живут. Кто-то поумнее, кто-то поглупее. Как и везде, в принципе. На ТВ начали крутить новогоднюю рекламу Кока-Кола. Сто процентов в новогоднем настроении. Кто-то пишет. Кому ты врешь, даже телек не смотришь. А вы смотрите телек? Я смотрю обычно фоном. У меня идет на Outgeo Wild. Там каких-нибудь львиные прайды. Что-нибудь там делают. Кого-нибудь грызут или спариваются, или спят. А что им еще делать? Побег не удался. Блин, как будто из скота проросли. Прутья, решетки. Вообще надо меньше жрать. Новая мэра Якутска распродала дорогие машины чиновников. Мэрия Якутска выставила на торги четыре служебных автомобиля повышенной комфорности для чиновников. Доход от их продажи пойдет на запуск социального такси. Цена автомобиля на торгах приближается к 7 миллионам рублей. Также новый мэр недавно отменил показ шуб стоимостью почти 1 миллион рублей. Дмитрий пишет. Она уже не первый раз мелькает в новостях. Я начну беспокоиться за ее здоровье. Да, ты смотри, блин, уважаемый мэр Якутска, как бы тебя не это. Ну вы поняли. Зато удобно. А прикиньте, он, если бы не приклел эту ручку, а гвоздями или саморезами бы ее прифигачил. До? После. Всего за две недели Санек потерял две недели. Ха-ха. Когда ушел после девятого класса. Первый постер к фильму Королев. Примеры фильма назначены 19 июля 2019 года. Дмитрий пишет. Снова плакать. Да никто уже плакать не будет. Все уже и так знают, что там будет. Но посмотреть, что вам прикольно было бы. И сравнить с оригиналом. Готовы домашнее задание? Домашка. Так, кто уже мандарины хавает? Я в этом году уже много их сожрать успел. Ну, например, в январе этого года. Ладно, шучу. Вот, недавно ел. Леха, ты парашют забыл. Я знаю, говорит Леха. Кто-то пишет. У него телефон в режиме полета. К уроку готов. Так, что там за игра непонятно. Что за игра-то? Пишите, что за игра. Я не могу разобрать. Математика. Одноклассник, который тянет время. Я. Я. Сижу в интернете по 7 часов каждый день. Мама. Зрение посадишь? Зрение садится. Артем пишет. Скажите, что там написано. Не вижу. Дмитрий пишет. Подождите, загрузится, скажу. Алексей пишет. Хватит кидать пустые мемы. Сильнейшие в мире штангисты. Кто-то пишет. Волк из дну погоди. Сто пудово. Вспомните, как он бегал с этой штангой за бабочкой. Заказал в интернете. А что, зато тепло. Признайся, сунул бы палец. Конечно, я бы кулак туда просунул бы. Ну, попытался бы, конечно же. Когда училка говорит доставать двойные листочки. И делаем из них самолётики. И запускаем, потому что ты сидишь на уроке по деланию самолётиков. Угадай, какое место мне досталось. Эээ, чувак, ты сел на полу, наверное. Даже не представляю, как я буду работать до 60-ти пяти лет, если уже сейчас пошёл на кухню и забыл зачем. Как я быстро прочитал этот текст. Этому дай списать, тому дай списать. У всех пять, а у меня три. Владимир Вольфович, вам уже 80 лет скоро. О чём вы говорите? Чем вы там занимаетесь вообще? Что значит, он будет жить с нами? Значит, твоей спокойной жизнью скоро придёт конец, кот. Или кошка. Идеально. Это огромный носок. Команда первого московского Макдональдса СССР 1990 год. Дмитрий пишет. Ну, хоть на людей похожи. Возможно, тогда это было престижно. Работники первого в мире американского ресторана. Что ж, друзья мои дорогие. Если это видео вам понравилось, если вы улыбнулись, то ставьте лайк. Также не забудьте заценить телефон и вертекс. Я-то просто понимаю, что в стране проблемы. И, возможно, бюджетный телефон может стать очень хорошим решением. Короче, посмотрите. Возможно, вам понравится. Всё, друзья мои дорогие. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайкайте. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.